Ну и какие же еще орки остались у нас в рамках битфэнтези? Это самый новый отряд орков, который называется Оруктак. Вот эти зеленокожие ребята! На данный момент этот отряд выпускается только в наборе армия солдатиков 10. Набор, который называется Монстр. А также эти ребята выпускались в блистерах в гибком варианте. Вот такие вот были орки. Сейчас блистеры не производятся, а выход этих орков в гибком варианте еще раз пока что под большим вопросом. Быстренько пробежимся по ним. Во-первых, командир орков. Это суровый мощный орк с вздутыми венами на бицепсах, защищен нагрудником, на котором висит черепушка, даже какая-то еще штука. С первого взгляда еще может показаться, что это книга, как у хромовников. Но нет, это защитные элементы для бедер. Ботинки с меховыми отворотами, на голове одет шлем с хохолком, суровые угловатые наплечники, щит сделанный из, я не знаю, из крышки ящика, как будто бы проклепанный или кусок сундука. Ну и очень страшное оружие. Меч с кучей зазубрин. На пути этого орка лучше не стоять. Ну и естественно, руки защищены наручами, также с меховыми отворотами. И бойцы этого отряда. Безбашенный орк в рогатом шлеме, у которого нет нагрудника, он одет в какую-то рубаху. Зато у него на цепи есть череп. И не совсем понятно, это череп на поясе, либо на цепи. Скорее всего, и там, и там. Кто знает, это же орки. Защита бедер у него уже меньше наплечников. Нет, сапоги. Точно такие же, как и у командира наручи. Точно такие же и вооружен он огромным топором. Я бы этого орка назвал мясник. Выражение его лица как бы намекает, что он не очень добродушно настроен. Ну а этот орк довольно-таки интересен. Мне кажется, он самый интеллектуальный в этой команде. По крайней мере, у него такой вид. Волосы заплетены в косу. В одном ухе у него есть серьга. Один наплечник. Уже не такой топорный, как у командира. Под ним мы видим кольчугу. А вместо наручей у него латные перчатки. И держит он дубину, которая кольцована шипованными кусками металла. Кожаный пояс, на котором висит мешочек с чем-то. Латная юбка. Один сапог, как у всех. И второй сапог латный. Возможно, это был какой-то рыцарь-орк. Или он снял доспехи с рыцаря, побежденного в бою. Видно, что у этого орка тоже поверх кольчуги одето всего лишь вот это вот рванное одеяние, похожее на сюрко. Но точно сказать невозможно. В общем, вот такой интеллигентный орк. И последний орк, который, судя по внешнему виду, является просто танком. Такого достаточно из катапульты запульнуть в стан врага. И он начнет там все крушить, ломать и уничтожать. Попросту уничтожать. Это самый тяжелобронированный среди всех орков. У него огромные шипованные наплечники. На голове шлем, из-под которого торчат уши. Железный нагрудник, железные наручи. И все это одето поверх кольчуги. Также у него свисает кусок ткани, возможно, того же самого сюрко. Одеяние, которое носили рыцари поверх кольчуги. И сапоги с меховыми отворотами. И огромный двуручный меч немного странной формы, напоминающий какое-то оружие из аниме. Вот. И множество у него здесь зазубрин. Видимо, его все-таки неоднократно закидывали из катапульты в стан к врагу. Ну и, естественно, скорее всего, все эти орки носят какие-то подобия штанов. Ну а касательно варианта этих солдатиков в гибком материале, то они выпускались в блистерах именно вот в таком цвете, в красном, таком красно-коричневом. И это вызвало бурю негодования на форуме. Как это так? Орки и вдруг красного цвета? Почему не зеленые? Однако данный отряд был отлит в несколько вариантах цветов. И некоторые из них мне даже удалось урвать. Это тоже гибкий материал, в отличие от полистирольных. Вот такая цветовая гамма в гибком варианте этих фигурок-орков. На самом деле цветов было гораздо больше и были гораздо более яркие, но все они ушли коллекционерам. Это все, что я успел урвать. По большей части практически все эти варианты цветов данного отряда выпускались в единичном экземпляре. Будут ли они еще когда-либо выпущены? Я надеюсь, что да. Компания Технолог очень плотно сотрудничает с сетью магазинов Фикс Прайс. И я очень надеюсь, что в будущем мы еще получим эти замечательные отряды хотя бы в гибком пластике, если уж компания Технолог пока не может развивать свою линейку битвы Фэнтези. А вот блистерный вариант светящихся фигурок-орков из отряда Уруктак. Да, это опять-таки светящиеся фигурки, которые были сделаны по заказу торгового дома БМБ. Ну и напоследок мне хотелось бы поговорить еще об одном отряде, который официально точно так же еще не выпускался, но может. На форуме неоднократно предлагали внедрить этот отряд в ту же самую бронепехоту. Хотя бронепехота, как мы знаем, пока что тоже подзаброшена. Да, это так называемые гоблины. Гоблины, которые должны были стать заменой команде, а точнее гоблин Ротти Кобра. И они очень маленькие. Они действительно похожи на гоблинов. Вот по сравнению с ним участник гоблин Ротти Кобра, а вот Орк. И ведь действительно, эти ребята маленькие как гоблины. И в принципе, масштаб соблюден. Я думаю, можно даже в Битву Фэнтези засунуть этот отряд, потому что это действительно получаются гоблины. Настоящие гоблины. В данный момент этих гоблинов приобрести можно. И вот в таком виде они поставляются. Четыре тела и четыре руки с разным вооружением. Это опять-таки позволяет создать несколько большее число вариантов бойцов. Хотя различия минимальны. Вот, посмотрите. Это, на мой взгляд, командир, так как он самый полосатый и победно вскинувший руку, призывает к наступлению. И вот он в собранном виде с двумя различными вариантами оружия. Здесь есть два гоблина, у которых оружие держит правая рука. И два вида гоблина, у которых оружие держит левая рука. Соответственно, варианты сборок по два на каждого. Но для этого нужно, как минимум, две отливки. Вот я собрал тех ребят с литника. И давайте-ка рассмотрим их. А лучше рассмотрим зеленых, потому что на них гораздо проще разглядеть все. Доспехов на этих ребят просто минимум. Вот конкретно на этом мы видим только напульсник. Какие-то браслеты на ногах, набедренная повязка. И все. У этого парня есть копна волос, два клыка из нижней челюсти. Зато вооружен он вот такой вот пушкой. Это один из вариантов вооружения для леворуких стрелков. Я бы сказал, что это какой-то шестиствольный пулемет для любителей рукопашной схватки. Потому что, опять-таки, магазин очень маленький и выстреливается очень быстро. Иначе зачем здесь шесть стволов? Шесть стволов для более скоростной стрельбы. А с маленьким магазином скоростная стрельба бесполезна. Мне кажется, что это главный гоблин. Потому что он, не знаю, харизматичнее остальных, что ли. Второй гоблин, точно так же поднявший руку, как и первый, имеет абсолютно точно такое же одеяние. Это браслеты на ногах, это на пульсник, это на бедренная повязка. Но, помимо всего прочего, у этого парня есть непонятно для чего проходящая через тело веревка, точнее ремень. Что он на ней хранит, что он на нее вешает, я не знаю. У этого, как вы видите, я поставил точно такое же оружие, как и у предыдущего. А вот у такого же парня я поставил другое оружие. Это какой-то, я не знаю, снайперский пистолет. Пусть будет так. Сверху у него некий баллончик. Внизу мы видим магазин с небольшим количеством патронов. Видимо, они какие-то бронебойные или взрывающиеся. Ну и пусть будет как будто вот здесь оптический прицел. У этого гоблина простодушное такое выражение. Он не блещет умом, судя по размеру лба. И у него всего один клык. Второй он уже потерял в бою и кто-то, видимо, его уже давно носит в качестве трофея. Ну а теперь чуваки с тяжелым вооружением. Эти ребята носят оружие в правой руке, которое несколько больше, чем ей положено было бы быть. Вот посмотрите, если он распрямит эту руку, он сможет почесать пятку, не наклоняясь. Есть что-то такое обезьяноподобное в этих орках, точнее гоблинах. В принципе, вторая рука чуть-чуть короче первой. Но это же мутанты, это гоблины, так что нормально. Никто из них не носит обувь, они ее игнорируют. Здесь у нас тоже минимум одежды. Это набедренная повязка и ипполет, который пристегнут, судя по всему, к плечу. Прикручен на болт, наверное. Потому что сзади еще на позвоночнике у него есть вот такие укрепляющие какие-то скобы. На одной руке у него есть напульсник. Сбоку на бедре у него что-то вроде рации. Он ехидно так улыбается краем рта и является носителем вот такой вот пушки с несколькими стволами. Возможно здесь подается энергия и она стреляет лучами. То есть это какое-то энергетическое оружие, лучемет. А второй носитель здоровенной пушищи в принципе отличается от предыдущего. Только посмотрите наличием скоб на загривке. Кстати, я не обратил внимание на вот эти странные штуки на правой ягодице. Я не знаю, что это такое. Вот, значит отличие у них это скобы на загривке и... А, прическа! Смотрите, у этого есть волосы, а этот лысый. Они оба ехидно улыбаются, а вот здесь мы видим еще какая-то трубка. Трубка, которая проходит к нему в рот. Ипполет есть у обоих. Ну и структура набедренных повязок, у них слегка различается. А в остальном они одинаковы. Пушка, которую носит этот маленький зеленый гоблин, я даже не знаю, что это похоже на кусок турбины. Мне кажется, самое подходящее название для нее был бы БФГ. Та самая БФГ из игры Doom. Мне кажется, такими пушками уничтожаются не то чтобы отряды, осеется хаос и паника в целых армиях. Единственное замечание к вот этим ребятам, которые носят тяжелое вооружение, это вот эта рука. Да, она сделана так, как будто бы он поддерживает свое орудие, но получается зазор, если поставить оружие в боевую готовность, что выглядит не очень уместно. Вот они, эти самые маленькие гоблины. И почему их предлагали добавить в игровую систему бронепехота? Вот почему. Практически идентичный масштаб. Ну а теперь в конце видео быстрее по делу, где купить такие фигурки. Эти фигурки, которые никогда не выпускались официально, которые были напечатаны ограниченным количеством, стоят достаточно дорого. И для их приобретения я бы советовал обратиться к главному админу группы. Куплю, продам игрушки-коллекционеры, Медведеву Андрею. Ссылочка на группу будет в описании. Также советую вступить в эту группу, потому что она достаточно интересна. Там можно пообщаться, найти себе единомышленников, продать свою коллекцию, либо пополнить ее. Также этих ребят можно поискать в интернет-магазинчике Сория. Тот, кто смотрел первую часть, и тот, кто смотрел видео про UNL, должны быть в курсе, что это за магазинчик. Ну, я так надеюсь. Если что, ссылка на этот магазинчик опять-таки будет в описании. Точно также там, в магазинчике Сория, можно найти в продаже вот таких вот гоблинов. За четыре штуки, если я не ошибаюсь, на данный момент цена порядка 150 рублей. Но все эти цены и наличие в тех или иных магазинах справедливы именно для нынешнего периода. А сейчас у нас декабрь 2015 года. Ну, а тот, кто заинтересован в покупке вот этого отряда, отряд УРУКТАК, который входит в состав набора армии солдатиков номер 10, то вам прямой путь, товарищи, в магазин Технолог Трейд. Ссылка на него точно также будут в описании. Но я советую поторопиться, потому что этот набор Армия Солдатиков 10 пользуется большой популярностью и очень быстро расходится. В общем, все ссылки, которые я смогу найти на те или иные отряды, я помещу в описании. Поэтому проходите, заходите в магазин и смотрите на цены и решайте, нужно вам это купить или нет. Главной информацией я с вами поделился и теперь вы в курсе. Ну, а на этом все. Вроде бы все про орков, про гоблинов, которые входили в наборы из игровой системы Битвы Фэнтези. Я сказал практически все, что знал. Что-то я мог забыть, что-то мог сказать не совсем правильно, ввиду отсутствия определенных знаний. Если где-то вы нашли ошибку или неточность, пишите в комментариях. Вот и все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось данное видео, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, делитесь видео с друзьями. С вами был Важный Кот. Пока. На самом деле я хотел вот в конце видео вот здесь расставить всех орков, но сейчас время 2 часа ночи и мне не хочется их тут всех расставлять. Поэтому, да, мне лень.